Уже почти 350 дней продолжается взятие Киева за три дня. Путинские пропагандисты уверены, что Украина получит самолеты и увлеченно обсуждают пути их доставки. Ну и, как всегда, кровожадный русский мир готов бомбить Польшу, если самолеты приземлятся на ее аэродромах. Поставки самолетов, это намного сложнее и тяжелее, чем поставки танков. Чем? Перегнал самолет с экипажами? Нет, самолет не перегнал с экипажами, самолет перелетел, ему нужно материально-техническое обеспечение специфическое, оружие и все остальное. Это раз. Второе, ему нужен аэродром. Польша? Польша прекрасно, если не полетели из Польши, Польша участник войны, и мы нанесем удары польщик. Это абсолютно законно. Это уже абсолютно законно. Демилитаризация Украины провалилась, как и все остальные пункты путинской спецабасрации. Невероятно. Удивительно. Но факт остается фактом. Агент СБУ Гиркин на связи. Наша армия не готова к наступлению. Причем не готова не просто, а по всем параметрам. Нет обеспечения боеприпасами, средствами связи, управление войсками отвратительное, разведка очень слабая, господства в воздухе как не было, так и нет. Наша армия в общем и целом к наступлению оказывается не готова. Средства связи, в общем-то, тоже по-прежнему полные заняты. Разведка очень слабая. Части соединения вблизи фронта, в колоннах, не опасаясь вообще ничего. А авиация наша по нему фактически не работает. Как с такими ресурсами Путин решил закрыть гештальт по взятию Киева за три дня, остается загадкой. Ну а для сторонников теории четырех позиций, если бы мы не ударили первыми, то они напали бы на нас, мозги прочищает бывший президент Польши Александр Квасневский. Путин лжет каждый день. Он опасный человек, заявляет экс-президент Польши. В 2002 году Александр Квасневский говорил с Путиным об Украине. Уже тогда кремлевская моль бредила о возрождении Великой России и не раз упоминала, что украинцы не нация. Цель – это восстановление Великой России, что Россия должна быть великой, и все, что произошло после распада Советского Союза, было неправильно. И Великая Россия означает, конечно, Россию в смысле империи или Советского Союза, возможно, без стран Балтии. Мы не обсуждали эту идею Великой России в деталях, но Украина была абсолютно очевидной составной частью этой Великой России. Это может быть только с Украиной, а не без Украины. Путин много раз говорил, что Украина – это не государство. Украинцы – это не нация. Если вы знаете украинцев, вы знаете, что у них есть свой язык, у них есть... У них есть Тарас Шевченко, у них были свои писатели, такие как Андрухович, Забушка. Вы знаете, что очень хорошие современные писатели из Украины, на украинском языке. Украина – это нация с очень-очень сильной собственной идентичностью. И это также усиливается во время этой войны. И сказать, что они не являются нацией – это варварство. Очень актуальная параллель с югославским диктатором Слободаном Милошевичем, бредившим о Великой Сербии, что называется «Найдите 10 отличий». Дорогие друзья, спустя многие годы мы восстановили свою государственную и духовную целостность. Вместе, дорогие друзья, мы уже много сделали. Восстановили целостность России. Уступки, на которые прошлые лидеры страны пошли в ущерб своему народу. Ленин предложил пойти на уступки националистам. Украина возникла именно так. Мы чувствовали себя виноватыми перед собой и перед другими. Нет у нас и не может быть никакого чувства вины. Тем более, что наш народ за всю свою историю никогда никого не завоевывал. Мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свои интересы. На протяжении всей своей истории мы были освободителями. Наши предки освободили Европу от нацизма. А никто другой. Именно они. Сегодня, как и в прошлом, внешние враги страны. Запад все это время искал и продолжает искать новые шансы ослабить и развалить Россию. Объединяются с врагами внутри страны. Да, безусловно. Они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. Но настало время не печалиться, а сражаться. Сегодня мы сражаемся за большую историческую Россию. Мы боремся за правду. За нами правда, а в правде сила. В какую бы битву мы не вступили, мы победим в ней. Победа будет за нами. Хваттер! 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 Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Единственное, на какую статью расходов русский человек с легким сердцем отдаст заработанную копейку, это на войну, это на армию, ни на что больше. Лишь бы оно летало и падало на головы хохло. Если мы начали наносить массированные удары, хотелось бы, конечно, чтобы эти удары достигли цели. Александр Владимирович, вы профессиональный военный политик, хозяйственник, герой Советского Союза. Давайте с вами поговорим о том, что сегодня Россия наносит удары по инфраструктуре Украины. А вам не кажется, как военному человеку, как летчику, что, может быть, с этого и нужно было начинать спецоперацию? А теперь смотрим, нанесли удар по городам, по ТЭЦ и все прочее, перед зимой оставили людей без электричества, без воды, без газа. Без тепла. Без тепла. И без канализации, кстати. Да, это что, деноцификация? Это что? Россия обеспечит деноцификацию Украины, мы слишком страдали от нацизма. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Демилитаризации и деноцификации. Проводится специальная военная операция по деноцификации. Вот думал кто-нибудь головой, планируя вот эту дурь. Думал ли кто-нибудь? А теперь давайте возьмем любого обывателя. Вот человек живет в квартире, у него там двое-трое детей. В квартире света нет, тепла нет, воды нет, канализации нет. И что, воспылая к любовью к России и к российской армии? Скорее наоборот. Это, понимаешь, это намеренные действия, направленные против нас. Вот это вот кто спланировал. Это измена. То есть это настраивание людей против нашей страны, против нашей армии. Зачем били по городам, зачем били по теплоэлектростанциям, зачем? Для чего? Продолжается навесение удара высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск. Скорее наоборот. Вот это, понимаешь, это намеренные действия, направленные против нас. Вот это вот кто спланировал. Это измена. Зачем били по теплоэлектростанциям, зачем? Для чего? Да, мы делаем это. Россия никогда не наносила ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Да, мы делаем это. Но кто начал? С точки зрения, чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. При чем здесь Россия-то? Жена подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука, Оксана Марченко, является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятий в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета российской Росгвардии и МВД РФ во временно оккупированном Крыму. Они платили за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова. Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты, налогов и сборов. Общая сумма осуществленных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 миллионов гривен. После начала полномасштабного вторжения России компания жены Медведчука продолжала финансировать бюджет рашистов. Собранные вещественные доказательства позволили правоохранительным органам объявить Оксане Марченко и директору аффилированной крымской фирмы подозрение по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Санкция до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. У него есть, у Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Очередного российского генерала ликвидировали в Украине. Как сообщает эксперт ООСАНТ Ираклий Камахидзе, генерал-майор воздушно-десантных войск РФ Дмитрий Ульянов командовал полком мобилизованных оккупантов из республики Татарстан. Ну что же, земля стекловатой. Что случилось? Почему все это происходит? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова